Здравствуйте, дорогие друзья. Новости с Каббалесом Михаилом Матьмановым. Добрый день. Ислам является самой молодой, второй, а может быть уже и первой по численности приверженцев после христианства религии. В чем популярность этой религии? Почему она вдруг рванула, эта религия? Ну, однозначно Каббала указывает на то, что в конце дней мира, то есть когда он будет приходить к своему правильному завершению, то есть всеобщему объединению, то перед этим будет период, когда ислам станет самой сильной религией или самым сильным движением мира. Это уже написано, то есть в Каббале? Это уже написано в Каббале и написано уже тысячи лет назад. Популярность в том, что ислам, он в первую очередь адресует себя к простым, незатейливым людям. И в этом отношении он может им многое объяснить, многое сказать. Сегодня нет ни одной религии, ни одного течения силы противостоять этому, потому что они все уже одрехлевшие. И как раз-таки на этом фоне и появляется ислам. Проявляется сегодняшний ислам. Это тоже надо понять, что это не тот ислам, который был в течение веков в дремлющем состоянии, в степях и пустынях аравийских, североафриканских, азиатских и так далее, вплоть до Афганистана и прочее. Это другой вид ислама. Сейчас. Да, в общем-то немножко иной. Ну, а если говорить вообще об исламе, то ислам настоящий – это ислам, который говорит об объединении, это ислам, который говорит о равенстве, это ислам, который является отображением иудаизма. То есть это мощный духовный корн. Да, это суфизм. 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 Но этот суфизм сегодня, он полностью задавлен. Он, к сожалению, не популярен. Суфисты все убежали из арабских стран и доживают свое в других странах. Я с ним не встречался и в Америке, и в Голландии. И в Англии. Так что, к сожалению, арабская кабала, называемая суфизм, она исчезает. А проявляется, поднимается наверх именно эта агрессивная, завоевательская часть, поддерживаемая особой идеологией. Что главное, чтобы мир принял любыми путями на нас. С точки зрения предсказаний, с точки зрения кабалы, вы говорите, что так и должно быть вообще. Нет, кабала описывает исторический путь всех народов и религий. И она говорила о том уже давно, что и иудаизм откажется от кабалы и обратиться в такую вот охаменевшую религию. И, естественно, христианство во всех ее проявлениях тоже, в принципе, будет отмирать постепенно. А ислам сейчас как раз начинает проявляться, поскольку все века дремал. Шестого века нашей эры и до сегодняшнего дня, то есть где-то 15 веков, он находился в дреме. Ждал такого, да? Ну, это не ждал, это постепенно, да. Но сейчас он должен вспыхнуть и через какое-то время тоже угаснуть, как и все эти религии. Потому что все они не раскрывают на самом деле высший мир. И поэтому человечество, развиваясь, не может удовлетвориться ими. Вот к этому мы и видим, что приходим. Так что в будущем мы увидим, что все религии отмирают. И вместо этого человечеству необходимо раскрыть истинное состояние мироздания. То есть свое отношение, свою связь с высшей силой в виде абсолютного постижения.